Пишите первую тему, пожалуйста. «Формирование мышления профессионального сетевика». Напишите, пожалуйста. То есть, другими словами, почему мы начнём с мышления? Все то, что вы делаете, строится на базе ваших пониманий. Абсолютно все, что вы делаете, строится на базе ваших пониманий. Вы не можете делать то, что вы не понимаете. Человек не способен делать то, что ему непонятно. Все то, что в вашей жизни есть, это то, что вы поняли. Если вы зайдете к себе в дом, вы видите, что ваш дом заполнен только теми вещами, которое вам было приятно и которое вам было понятно. Радости, счастливые дни, хорошие минуты вашей жизни. Это те минуты, которые вы сами поняли и принесли в своей жизни. Человек организует свою жизнь, исходя из своего понимания. Он не может делать за пределы своей понимания. Пожалуйста, внимание, у вас должно быть в таком тетради, возьмите себе один тетрадь, я не знаю, тетрадь, ручка, обязательно в порядке. Отдельную страницу, где-то в конце тетрада, называйте его золотая страница. И в этой золотой странице, пишите, пожалуйста, золотую страницу, пишите. Граница достижения человека, повторяю, граница достижения человека определяется уровень его понимания. То есть, те ключевые мысли, те ключевые необходимые мысли, которые работают как формула, мы их будем писать именно на золотую страницу. Поэтому отдельно пишите их и рекомендую их наберите в компьютере. Потом, после 10-дневной нашей тренинг, наберите их, пожалуйста, на компьютере. Печатные буквы наш мозг хорошо воспринимает. Приклейте их там, где ваши глаза часто видят, чтобы вы это запоминали очень хорошо и практиковали. Вот, пишите. Граница достижения человека определяется уровень его понимания. То есть, вы видите, что кто-то успешнее в жизни, а кто-то неуспешнее. Вы же это постоянно видите. Вы видите, что кто-то добывается успеха, а кто-то нет. С чем это связано? Это уровень понимания человека. Фундамент вашего достижения строится на вашем мышлении. Мышление – это самая важная вещь. Что я замечаю? Почему с этого маркетинга не все зарабатывают деньги? Кстати, завтрашний урок об этом буду говорить. Почему не все зарабатывают деньги с этого маркетинга? Хотя многие люди приходят. Хотя в бизнесе есть очень много людей, которые зарабатывают. Я уверен, что во все эти компании, которые вы здесь написали, у каждой компании, которую вы здесь сейчас написали, в вашей компании люди зарабатывают. Я уверен. Я уверен, что если кто-то, кто-то продает, продавая ваши продукты, он зарабатывает. Или продвигая ваш маркетинг, и продвигая те же самые промоушнги, он зарабатывает. Тогда если мы говорим, что в этой компании невозможно зарабатывать, это неправда. Потому что правда будет, точная правда, то, что на самом деле в компании можно зарабатывать, компания платит, в компании денег есть. Поэтому, а вторая правда, это наша правда. Я сам выбираю, я буду ли здесь зарабатывать или нет. А вот эту правду я сам создаю для себя. Вот это очень важный момент. Поэтому первая вещь, которую я очень долго, за 22 года работал свою как бизнес-тренер, я понял, без мышления ничего возможно делать. Я иногда традиционным бизнесом, своим ученикам, они все владельцы бизнеса, им показываю, объясняю. Кто-то пойдет, чудо-результаты показываю, потому что он понял, его масштаб видения, масштаб мышления. Он соображает и пойдет, делает. Поймет меня. А у кого-то это не поймет, он это не делает и не получается. А потому что у него мышление ограничено. Сужатие мышления. Я хочу, чтобы вам показали одну важную вещь по мышлению. Сядьте назад от компьютера, сядьте подальше. Как я. Я, видите, назад ушел. Сядьте подальше. Сядьте подальше. Возьмите руки. Я сейчас покажу, что такое мышление. Возьмите руки. Вот так делайте. Делайте вот так. Делайте вот так. А теперь спускайте звенит ниже колени. Спускайте звенит ниже колени. Ниже колени. Еще ниже. Еще ниже. Руки не опускать. ближе к поль, ближе к поль спускайтесь. Держите, держите, пожалуйста, чтобы запоминать. А теперь голову поднимайте. Марат, открывай чат. Марат, открывай чат. Кто что видел? Если вы сейчас правильно сделали, ниже колени, если вы спустились, что вы тут видели, когда вы вот так делали? Чат напишите, я чат открыл. Что вы только что видели, что вы поняли? Чат написать можно, чат работает сейчас. Пол, маленький пол, ноги. Отлично. Дено стулья, говори. Не, не надо под стулья смотреть. Перед ногами. Вот. Спасибо. Марат, заблокируй. Заблокируй, пожалуйста. Вот. Вы заметили, что весь мир перед вашим глазом вот так сужался резко. Резко сужался. Вы заметили, что вы больше ничего не видите? Дело в том, что когда сознание человека ограничено, он настолько фокусирован в своих проблемах, что он не видит возможностей, которые этот бизнес дает ему. Некоторые люди настолько ограничены мозгом, ограничены мышлением работают, что они не видят возможностей, которые компания дает, возможностей, которые бизнесы существуют. Потому что он, у него сознание ограничено. С каждым годом я прихожу к такому пониманию, что в этом мире все, что мыслимо, это все легко достижимо. Но, если ты научился его измерять, золотую страницу открываете, пишите одну вещь. Золотую страницу откройте и пишите. Каждая вещь, которую пишете в золотой странице, это как одно закономерность. Запомните их, пожалуйста. Вы должны их наизусть потом изучать. Пишите. Все то, что можно измерять, то есть вот так, все, что измеримо, оно и достижимо. За годы свою работу я пришел к такому пониманию. Теперь вернитесь к дилекции и будем продолжать. Я сначала объясню. Если ваше мышление начинает точно, то есть ваше сознание точно мысли, и могут правильно план составить, правильно, можно сказать, корректировать, правильно измерять то, что вы хотите, вы в обязательном порядке эту цель достигаете. Все, что измеримо, оно достижимо. Помните об этом, пожалуйста. Человек не может достигать только те вещи, которые он не может измерять. Как люди до космоса добрались? Измеряли расстояние, измеряли скорости, измеряли силу ветра, измеряли силу притяжения Земли, измеряли все. Как люди смогли, сидя на Земле, измерять температуру в Солнце? Измеряли. Как людям удалось придумать самолеты? Как людям удалось придумать вот этот интернет, который мы с вами дома сидя разговариваем? Как людям удалось придумать технологии? Они все привели на языках измеримостей. Когда вы чего-либо можете измерять, вы можете его почитать. Посчитать. Но если вы не можете измерять, вы не можете посчитать. А если вы не можете это делать, вы не можете достигать. Почему люди стали миллионерами и миллиардерами? Потому что они это все с цифрой могли измерять. Теперь, золотая страница. Пишите. У бедных людей есть желание, мечты. У богатых людей есть планы и... То есть, у богатых людей есть цели, планы. Пожалуйста, внимание. У бедных людей есть желание и мечты. У богатых людей есть цели, планы. Если вы решили стать богатым, вам нужно иметь цель и план. Да, отправная точка – это желание, но она в самом начале пути. Желание роль играет только в самом начале. Это как стартер, который заводит машину. Это как вспышка. И все. А дальше она гаснет. Дальше она долго не держится. Поэтому желание – это вспышка, которая в самом начале у человека даже возникает. Но только человеку что помогает двигаться дальше, не поддаваться временем, неудачам, трудностям, сложностям и так далее? Что помогает человеку? Именно человеку помогают цели, цели и планы. Потому что цели и планы создают внутреннюю мотивацию. Внутреннюю мотивацию. А нам нужна внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация, которая дает силы преодолеть все. Вот, что необходимо для того, чтобы мы добились. Теперь я буду говорить пошагово, пожалуйста, внимательно, чтобы вы не забывали. Первое, второе, третье буду говорить. Это для того, чтобы вы легче усваивали то, что я говорю. Поехали, пишем. Первое. У бедных людей есть желание и мечты, у богатых есть цели и планы. Значит, с этого дня и желания нужно научиться привести цели и планы. Если вы не умеете ставить цель, об этом надо поговорить, этому надо научиться. Если вы не умеете планировать, значит, и этому надо научиться. Открывайте золотую страницу и пишите. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Я повторяю. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. За все свои годы своей жизни, каждый раз, когда мне было трудно, каждый раз, когда не получилось, иногда действительно пытался делать, не получилось. Иногда десятилетиями я делал что-то, не получилось так, как я хотел. И у меня был один лозунг. Да, Владимир. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. И я это по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть заставил себя учиться этому. И год за годом, год за годом, она получилась лучше. Еще чуть-чуть лучше, еще чуть-чуть лучше. С каждым разом был лучший результат. Итоги, в конце концов. И слава Богу, я дошел до определенного хорошего результата. Поэтому очень хочу, чтобы вы усваивали то, что сейчас рассказываю. Пойдемте дальше. Значит, второе. Второе. От эмоционального мышления надо прийти к бизнес-мышлению. Проблема, большая проблема сетевиков именно эта. Очень много сетевых компаний. У ребят, которые подписываются, чтобы работать в вашей компании, у них нет бизнес-мышления. Вот это самая основная проблема. Поскольку у них нет бизнес-мышления, с ними тяжело делать бизнес. С ними трудно делать бизнес. И к тому же большинство из вас, кого пригласили в этот бизнес? Своих знакомых, своих родственников, свои одноклассники и так далее. Другими словами, вы своих близких позвали в этот бизнес. 90-20%. 10-20% это холодные контакты. Но большинство это ваши связи, ваши знакомые, кого вы очень хорошо знаете. Кто поверил вам, когда еще не лидер. Кто поверил вам, когда еще вы не так богат. Вот. Теперь внимание. Но если у этих людей не будет бизнес-мышления, они не будут зарабатывать. Мы прекрасно знаем, что 90% людей, которые приходят в свой маркетинг, они много не зарабатывают в жизни до того, когда приходят в свой маркетинг. Они ищут возможность, как создать свою жизнь. Они ищут возможность, как себе построить дополнительный доход или создать возможность реализовать себя. Поэтому это, естественно, это нормально. И это полноценно нормальное желание нормального человека. Так должно быть. Только мертвый не хочет стать лучше. У живого человека должно быть желание что-то улучшить в своей жизни и себя сделать лучшим. И это нормальное явление. Нормальный живой человек так должен захотеть. Вот. Поэтому нам надо, чтобы они заработали. Почему? Почему? Если я кого-то приглашаю в этот бизнес, я хочу, чтобы он заработал, потому что это моя сестра, это мой сосед, это мой одноклассник и так далее. Так? Но они не могут зарабатывать, если у них не будет бизнес-мышления. Когда вы... А что такое бизнес-мышление, что такое все остальное? Сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok